Итак, всем снова здорово, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в игру Dawnstar в дополнение Корабли Крушения. И на этом моменте же мы и закончили, на самом деле, буквально пару секунд прошло с предыдущего эпизода. Для меня, для вас, не знаю, ребят, всё, опять же, зависело от вас. Если этот эпизод вышел, то вы набрали 1500 просмотров и 50 лайков, тоже касается этого эпизода. То есть, если здесь наберётся такое же количество всего, то следующий эпизод выйдет сразу же. То есть, ребят, всё зависит, как говорится, от вас. И, в общем, как-то так. Ладно, что ж, я в прошлом эпизоде обещал, что сегодня мы будем зачищать остров. И да, мы это будем делать. Давайте в первую очередь сейчас... Нет, давайте Пакима сюда, на остров, вытащим кость. Дропнем. Приматы вроде не забирают кости, да? Так, сейчас мы выложим... Что мы выложим? Пока что мы выложим вилы, рубашку, ненужную нам. Тулецитовую корону, потому что она нам не особо нужна. И сачок. Да, всё, и теперь погнали. Сейчас будем ломать хижины приматов. Чтобы по-быстрому от этого избавиться. От них. Так, они чё-то нас не атакуют. Странно. Ну, точнее, не атакуют, а они не подбегают собирать ресурсы. Что очень-очень сильно подозрительно. Ладно. Думаю, ничего страшного. Так, а пауков здесь немало, знаете ли. Чё-то вот смотрю. Их здесь, да, много. И обезьяны, вы чё? Вы с ума посходили? Или как? Или вас пофиксили как-то? Чё вы не реагируете, не собираете всё, что здесь валяется? Это даже как-то странно, на самом-то деле. Я только что, когда первую эту сломал, и они не начали подбегать собирать всё подряд, то мне показалось, что я за Вилбура играю, на самом-то деле. Кстати, возможно, скоро будет на стриме, скорее всего, фарм веток и травы за Вилбура. Построю ферму такую, при помощи которой обезьяны будут мне фармить автоматически всё. Но, на самом-то деле, такая ферма очень лагучая, ребят, заранее подбежу. Очень лагает, так что... Ну, в плане того, что игра из-за неё очень сильно лагает. Так что с этим будьте аккуратны, если кто решит потестить. Так, ладно. Вроде бы с домами макак мы справились. У меня в крафтах есть дом макаки. Должен быть. Да, давайте один скрафтим. Остальное всё оставим. Окей. И ночью мы как-нибудь их чик-чик ножичком, так сказать. Конечно, понимаю всё это очень... Очень, так сказать, кроваво будет или там подобное. Ну, а что делать? Как-то нужно мне от этих ребят сбавиться. Да, пришёл я на их остров, сломал я, значит, их дома и начал их убивать. Да, чё-то мне кажется, где-то я такое видел. А, наверное, во времена Колумба, точнее, или как там... Когда танкист... Не помню, как... Танкистадоры, по-моему, они как-то так называются, приехали в Северную Америку или в Южную Америку. Ну, короче, что-то такое. Типа уроки истории я прогуливал, ребят, так что не судите строго. Ну, думаю, вы поняли, кто шарит в истории. Думаю, вы поняли, что я имею в виду. Так, ну, опять же, нам, чтобы справиться с этими всеми ребятами, придётся ждать ночи. Так, давайте сейчас как раз будем проверять. Вот здесь у нас нету змей. Уже... уже... уже полетели подбирать всё. Уже полетели подбирать всё. Так, жалко, да, ещё, что мне нет клей-тепана, я бы сейчас всех высыпил и потихонечку начал убивать. Но я это, опять же, сделаю ночью. Кстати, если я выкладываю фонарь, они его забирают или выключают как в Соло? Ну, как в Царство Гигантов. Так, ещё-то у меня прям рассудок прям жёстко-жёстко падает. Опять же, возможно, это из-за того, что их так много и они рядом. Или из-за того, что у меня воды много. Так, вот я отхожу. Вроде там начинало падать у меня. Ну, то есть меньше падать начал рассудок. Но они всё равно за мной бегают, опять же. Эх, да, ух уж эти обезьяны. Нужно, что ли, для превьюшки сделать. Фикс. Как-то так. Надеюсь, я не забуду, на какой минуте этот момент был. Хотя у меня минуты сейчас не показаны, но да ладно. Блин, когда я уже эта ночь, серьёзно, буду вечно ждать? Хотя можно что-то попридумывать. Ну нет, всё равно, на лодку мне нельзя, потому что высажусь на лодку, они разбиваются по всему острову. А таким образом, они в куче сейчас, я смогу их потихонечку начать убивать. На утро разве что можно будет, когда я половинку из них убью. Так, ну и как только наступит ночь, я к вам вернусь. Итак, вот и наступила, на самом-то деле, ночь. Тоже один из них уснул, а остальные будут сегодня засыпать или нет? Или бунт, ребята, бунт, да? Идите отсюда тогда, если не хотите спать. Какие же они противные всё-таки создания. Блин, жалко, да, действительно, у меня нет флейтепана. Так бы я мог сейчас всех усыпить и нормально с ними сражаться. Хм, да, плохо, конечно, но да ладно. Так, ну а так я подбежать, если просто так подбегу, то ничего не будет. Я могу, в принципе, дропнуть одну какаху, допустим, да? И подождать, пока к ней кто-то подбежит. Е-е-е, бойс, отлично. Это работает. Это действительно работает. Нет. Очень. Эй, да что такое? Блин, второго не смог атаковать. Ладно, фиг с ними, сейчас идём на лодку, чтобы они от нас отвязались. Потом, если что, сможем как-то... Надеюсь, что сможем как-то их убить. Но подождать, опять же, пока они начнут засыпать. Как вариант. И тогда мы с ними разберёмся. Да, сейчас я очень много времени, так сказать, поросрал. Можно... Это если мягко сказать. Так что, дело такое. Давайте... Это мы покима сложим. И вот это... Чем бы нам ещё таким сейчас заняться? Как вариант, можно здесь зачистить от этих... От кучек каменных местность. Как вариант, чтобы гейзеры огненные появились. Но, опять же, у меня не так много места, допустим, для того же камня. Сейчас, кстати, вот обычный камень нам ещё предстоит собирать. Кстати, здесь довольно-таки много золота. Что интересненько. Ну, давайте, в общем, всё здесь собирать. И это всё, скорее всего, будет в ускоренном темпе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну и, конечно же, места не хватило. Очень много камня. Очень много золота, на самом-то деле. Хотя у нас пока по химии вроде там место было. Да, давайте золото сюда скинем сейчас. Эх, очень много в инвентаре всего забито. Я даже не знаю, как нам построить сундук. Хотя есть один вариант. У нас тут есть один сундучак такой интересный. Из четырёх досок делается и одной нефти. Нефть у нас, по сути... А, у нас, по сути, нефть... А, ну, есть у нас по химии нефти? Нету. Это на другом острове. К сожалению, конечно же. Но... Да ладно. Так, ну и что? Сейчас будем всё-таки возвращаться на базу. Ну, не на базу, а на вот этот остров, там, где приматы. Подождём ночи и уже только тогда выйдем на сушу. И уже тогда начнём их потихонечку убивать. И там уже... Оба-на! Кто тут у нас есть такой красивый? Йорминок! Привет! Привет, слушай! Слушай, привет! Классно! На самом деле, довольно-таки близко к острову. Уже можно здесь базу делать. Здесь просто у нас будет ремонтная станция. Или перенести её. Даже не знаю, даже не знаю. Но я уже здесь начал строиться. Дело такое. Ну, базу я бы, конечно же, здесь сделал. Как-то бы переделал все вот эти коралловые рифы. Переставил в другое место. Опять же, всё это можно будет сделать, но позже. А так... Да, конечно, круто. Круто. То, что так всё получилось. Так, у меня заканчиваются местные шарики. Сейчас, скорее всего, будем просто есть бананы. Но они не восстанавливают рассудок, как у Илбуру, допустим, тому же. Так что будет очень плохо их так есть. Желательно, конечно, бы делать мороженое. Но для мороженого нужно и лёд скрафтить там, всё такое. Так, кстати, здесь у нас поблизости есть болотный биом. Давайте оплывём всё это дело. И посмотрим, есть ли там зелёные грибы. Если они там есть, то здорово. Сейчас я смогу восстановить себе рассудок. Довольно-таки быстро. Блин, а макак здесь много. Да, как я и сказал, они разбегутся, как только я сяду на лодку. Да, вот есть у нас зелёные грибы. Но макаки уже начинают их попирать потихонечку, потому что я вам вижу. Есть вон в самом конце. Здесь вы увидели зелёный грибочек, который уже подобрали. Блин, и они всё ближе и ближе ко мне. Эти макаки... Мне уже страшно. Они меня преследовать в кошмарах будут. Скажем так. Ну вот есть, да, парочка зелёных грибов. Почему бы и не собрать? А здесь нет мёрмов-рыбаков, только обычный, да? Если не ошибаюсь. Да, ну вроде... Из-за того, что я исследовал, там их нет. Как вариант, можно сейчас просто... Эй, нет, это как? Как ты, когда я был на воде, меня... Этот... Успел зацепить. Точнее, успел на меня нацелиться. Пока я был в воде, а когда я вылез... Он... Подбежал. Так нечестно. Чё-то ты где-то мухлюешь, дядя. Так, ну и погнали за макаками. Сейчас опять же, ну... Опять же, дождёмся ночи, и тогда я к вам вернусь. Оба-на! И нашёл я тут один вот такой вот домик, который всё ещё остался. Так что давайте его разберём. Кстати, здесь есть всё-таки мёрм-рыбак. Так что это даже здорово на самом-то деле. Такое увидеть. Так, и чё-то моего Пакима Бэггимса начинает уже трогать потихонечку. Всякие пауки. Это нехорошо. Сейчас мы давайте побегаем, пособираем приматов за собой и... Как-нибудь попробуем их... Ага, я понял. Так, отлично. Минус два. Хорошо. Конечно, навозом в меня кидать не очень классно. Ну, вам, может, классно, мне не классно. Но, что поделать. Да, я сам виноват, я понимаю. Но... Отчаянные времена, скажем так, требуют отчаянных мир. Ой, как же здесь много павуков. Павуков. Так, ну потихонечку начинаем убивать вот этих ребят. Главное, чтобы сейчас моего Пакима не загрызли. Вот. Это сейчас самое приоритетное на самом-то деле. Оба. Ой, Паким, извини. Главное, чтобы я еще сам не убил его. Опа. Тут ребята попросыпались, да. Попросыпались. И в меня летят все какашки мира. Ну да. Как же без этого? Ну что тут? Макак сколько? Примерно, ну, думаю, штучек пять точно уделал. Остались вот эти. Окей. Тут я, кстати, умудрился урвать один зеленый грибочек. Но не думаю, что от него будет так много пользы. Короче, погнали. Сейчас, скорее всего, начнем себе уже строить базу. То есть поставим хотя бы тот же котелок. Чтобы нормально пытаться. Так. Тум-тум-тум. Блин, здесь у нас макаки. Я вот здесь вообще собирался построить базу вот так вот. Тут будет центр. Давайте, в принципе, это сделаем. Почему бы нет? Макаки, думаю, нам сильно не помешают, если я начну все это строить. Так, у нас в Пакиме. Да, где-то вещь есть. Так, а Паким пока что давай останешься здесь где-нибудь. Они ведь не могут обокрасть Пакима. Надеюсь. Так. Здесь где-то у нас будет, допустим, центр, да? Нет, чуть дальше. Чуть дальше. Где-то вот здесь. Окей. Где у нас будет столовая. Ну, то есть кухня. Да, и для этого нужно еще много угля. Надо было взять с собой, что ли, шишек. Да, я очень... Ну, короче, не подготовился особо. На самом-то деле. Сейчас буду испытывать некоторые трудности. Но думаю, я с ними справлюсь. Да, шишек, как видно, у нас нет. Давайте будем пробовать, что ли, убивать вот этих ребят. Они будут подбирать вот это? Да. Ух ты. Все-таки умудрился даже и убить. Ну как? Ну да, убить. Так. Иди, ты будешь что-то собирать? Давай. Смотри, какая вкуснятина. Тебе понравится. А мясо? А, нет. Мясо это твоих сородищ, и вряд ли ты будешь что-то собирать. А ну. А навоз? Да, какашки вам поинтереснее, мне кажется, будут. Да. Вау. Действительно поинтересней. Да. Какахи вам намного интереснее, чем... чем еда. Такс. Я сказал, давайте сейчас нарубим немножко деревья, добудем себе шишек, и из них потом... Потом их сожжем и добудем себе немножко угля. Да, сейчас, правда, не очень приятный звук, из-за того, что рассудок на нуле почти. Но, что поделать. Так, лопата у нас есть, и что-то ее потерял из инвентаря. Не видел я ее. Так, а второй топор у нас в акиме. Так, давайте поменяем на какахи. И сейчас по-быстренькому пережарим себе хотя бы один зеленый грибочек, чтобы более-менее было с рассуд... Хотя, рассудок так себе, если честно. Да, конечно, я сейчас расточительно трачу бананы, потому что из них можно будет сделать мороженое. Но, что поделать. Как я ранее сказал, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Так, ну и сейчас я начну рубить деревья, ребят. Все это, скорее всего, будет в ускоренном виде. Играет музыка Итак, ну, вроде бы на самом-то деле все. Вырубил, что мог. И сейчас давайте потихонечку здесь делать место, где я буду добывать уголь. Правда, главное, чтобы меня змеи не кусали. Да, так вот и получается. Привет. Ну и потихонечку их будем убивать. Если что, кожу потом соберем. Сейчас пока что нам не до этого. Сейчас давайте будем аккуратненько высаживать шишки и выращивать деревья. Сюда, сюда. Ну и можно уже с этой стороны засадить. Вот так вот. Ай-яй-яй. Темно. Ну и продолжим. Так, сюда и сюда. Все, вроде бы. Ну и теперь ждем, пока все это вырастет и будем добывать себе потом уголь. А сейчас было бы неплохо что-нибудь поесть. И поесть желательно того, что восстанавливает хорошо рассудок. Так, опять же, для сушилок, допустим, чтобы потом вешать мясо, нам нужно все равно... Нужен уголь. Угу. А для этого нужны камни. Ну давайте хотя бы на... Короче, давайте на все скрафтим. Десять штучек. Или сколько? Девять. Давайте девять скрафтим камней, чтобы не переворщить. Так, а сколько еще могу сделать? Даже не представляю. Так, и навоз весь, конечно же, скидываем сюда. В инвентаре он нам не особо полезен. Хотя, когда как. Опять же, для того, чтобы убивать тех же макак, думаю, как раз неплохо. Ладно, и что? Пока мы, пока мы, пока мы будем ждать, что вырастет наш уголь, чего бы такого интересного поделать? В принципе, как вариант, можно было бы продолжить собирать те же ракушки, допустим. Или каким образом еще можно восстановить рассудок? Зеленые грибы и ракушки. Ну, вроде все. Да, ничего не упустил. А, вот, вот что я хотел сделать. Нам нужен, короче, кострище. Камин, камин, камин. Для этого нам пригодится песок. Сейчас за ним сходим. А потом нужно будет использовать эту... Кирку, короче, скрафтить нужно будет. Ладно, думаю, с этим мы справимся. Как он там крафтится, кстати? Камин. Два песка. Ну, в принципе, все. Песок у нас есть. Кстати, давайте побегаем. Сейчас, возможно, ракушечек понаходим. Тоже какой-никакой, но способ восстановить рассудок. Почему бы и нет? Так, сейчас посмотрим. Есть, кстати, доски халявные. Но с этим тоже потом. Сейчас пока что меня не особо это волнует. Мне бы рассудок восстановить. И костер поставить. Да, ракушек нет. Окей, возвращаемся назад. Как вариант, можно грибы пофармить вечером. Но до вечера еще очень много времени. Так что, можно сказать, не сейчас. Так, скушаем. Кстати, сколько там? Девять дней до конца этого сезона. Угу. У нас еще девять дней для того, чтобы здесь более-менее обжиться. На этом острове. Ну что, поехали тогда за... Точнее, нет, не поехали. Немного места в инвентаре забито. Чтобы нам такого сделать. А давайте на краешке мира. Построим парочку сундучков. Все равно мне пригодится... Ну, когда-нибудь я буду делать порт. А как бы в порту сундучки, думаю, было бы неплохо. На самом-то деле. Так, это в Пакима. Так, и еще. Все, в принципе, первый сундук есть. Отлично. Его мы поставим, поставим, поставим. Где-нибудь здесь. Может поставиться сундук этот? Да, может. Вау. Вау, я удивлен на самом-то деле. Так. И вот здесь еще один. Вообще, здесь поставлю так ряд сундуков. И с другой стороны тоже так ряд сундуков. Ну, как вариант. Думаю, будет неплохо выглядеть. В принципе. Так, что мы можем выложить? Пока что камни и ракушки. Обычные камни. Дерево пускай ладно будет. Ну и все, в принципе. Дальше можно уже плыть. Сейчас по-быстренькому. Хотя, давайте. Давайте сделаем золотую кирку. Че мелочиться? Не так ли? А, у меня рецепт не изучен. Окей, спасибо. Спасибо. Так, ну ладно. Хотя бы с этим, думаю, справимся. С обычной киркой. Чумбы нет. Тем более, здесь кораллов очень много. Так что, как вариант. Кстати, что-то давненько не приходят эти. Гонщие. Ну, то есть, крокодоги. Как вариант, кстати, у меня здесь есть вот ребята. Помощники. Болфинчики. И они мне смогут помочь отразить атаку этих. Гонщих. Как вариант. Ну, а пока. Пока всего лишь кораллы. Потрачу я всю кирку, потому что она мне в инвентаре сейчас вообще не нужна. Ну, то есть, лишний груз. Хотя, если... Стоп. Троечка осталась. Отлично. Все. И это я сохраню, потому что мне нужно будет скрафтить эту. Термальный камень для того, чтобы сделать генератор льда. Как вариант. Так, ну и поплыли на базу. Блин, надо поесть что-нибудь. Без угля я не буду, не смогу ничего приготовить. К сожалению. Так, раз. Два. Все, отлично. Камин готов. А камин мы можем, в принципе, даже и возле берега поставить. Но, нет. Я поставлю его чуть дальше в этом. Потому что... Как это сказать? Поближе к берегу у меня, скорее всего, будет морское кострище. Не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Так, а где мы будем строиться? Это у нас грин маршрум. Ред маршрум. Угу. Ну, обидно. Так, а мне... Как сгорит термейское кострище? Мне кажется, что оно не горит. По сути. Но, разное может быть. Так, это мы выкопаем. Я понимаю, что здесь змея. Нужный ресурс. Но... Мне это здесь ни капельки не нужно. Так, опять придется рассчитывать, где базу делать. Точнее, где кострище ставить. Костррище будем ставить вот здесь. Хотя будет жесткий рофл, если оно действительно горит. Но, вряд ли, вряд ли. Все-таки оно горит. Так что я уже могу поставить. Так. Мясо, мясо, мясо. Стоит ли его пережаривать? Ммм... Даже не знаю. Давайте пока потерпим еще немножко. Хотя, как вариант, можно яичницу пережарить. Ну, то есть яйца. Так. Все равно, в сочетании с обычным... С вот таким мясом маленьким, вряд ли можно будет сделать яичницу. Нормальную. Так что это пойдет. Да, также нужно сделать себе... Громад. Громад вот поставить. Точно, точно, точно. Громад вот. Где у нас здесь, скорее всего, будет кухня? Скорее всего. Громад водец. Ну, думаю, да. Здесь будет его самое место. И чуть выше еще там потом поставим. Там будет у нас ферма травы и веток. Там как раз и поставим тоже еще одну. В принципе. В принципе, в принципе, в принципе. Когда у нас уже вырастут деревья? Кстати, я могу предположить, что эти деревья дольше всех растут. Ну, в плане из саженца. Потому что у меня такое ощущение, что они мега долго растут. Из такого состояния. Ну, да ладно. Сейчас давайте сбегаем за зелеными грибами. Немножко мы рискнем, конечно. Правда, уже почти ночь. Я могу не успеть ничего собрать. Но, думаю, будет неплохо, если парочку грибов зеленых я урву. Есть один. Даже два. Три. Я успею, я успею, я успею, я успею. Есть. Отлично. Этот грибочек я успел подобрать. Ну и теперь побежали на базу. Там как раз камин у нас есть, я слышал. Думаю, будет неплохо сейчас пережарить эти грибочки. Руки, как обычно, пытаются забрать свет. Так, ну давайте этой штукой разожжем костер. И давайте хоть немножко, но восстановим себе рассудок, наконец-таки. После атаки макак. Ладно, давайте мясо тоже сейчас пережарим. Хотя было бы неплохо их завялить. Мясо имеется ввиду. Так, ну а бананы. Бананов много, в принципе, можно уже начинать есть. Все равно, как бы, лед еще не скоро будет. У меня же известно. Машина, как ее. Ледоделательная. Или как это? Генератор льда. Вот, как это называется. Уже забыл слово. Так, сюда. Сюда. Что с собой перенести? Вот это. И вот это. Так, ну что, скорее всего нам нужно на базу. Потому что желательно было бы сделать... А, у нас вот есть нормальный камень. Его мы давайте пока сюда скинем. И сейчас поедем на ту базу. Хотя, по сути, мне же нужно скрафтить этот. Как его? Генератор льда. Так что, стоило бы термальный камень с собой взять. Хотя, знаете, на базе там есть две кирки, как вариант. Можно их использовать, где он там валяется. Так, ну что, поехали. Лодка у нас фловая. И как только я там буду, я к вам вернусь. Так, ну и прибежал я, на самом деле, на базу. Все, наконец-таки я могу что-то придумать. Кстати, у меня уже один термальный камень есть, на самом-то деле. Так, давайте посмотрим, как крафтится эта штука. Ого, опять бамбука и две штуковины. А, ну бамбук у меня, в принципе, есть. Как ресурс. Нету, кстати, да. Придется... Придется попармить. Ладно, это давайте пока что сейчас в холодильник скинем. Так, что мы еще можем скрафтить? Кстати, нам нужна будет алхимическая машина. Рано или поздно. Нужно будет потом ее использовать. Так, ну и сейчас давайте побегаем немножко с мачете и вырубаем себе немножечко бамбука. Так, ну и, в принципе, нафармил я то, что мне нужно. И теперь осталось только добыть себе... Ага, золото я с собой не взял, да? Я дебил. Ладно. А каким образом можно добыть золото? У нас тут есть вот камешек, если не ошибаюсь, он золотой. Ну, то есть имею в виду с золотыми прожилками. Так, а в инвентаре у нас кирки не видать. А здесь у нас по сколько процентов? 18, 30. Ой, вообще шикарно. Слушайте. Вообще шикарно. Сейчас добудем себе золото. И все будет, скажем так, хорошо. Кстати, нужно будет вот эти пинки выкопать. Оба-на! Вот у нас и крокодоги. Сейчас придется на лодку садиться. Так, ладно. Где лодка? Вот здесь я... Чем мы будем защищаться? Давайте к бифалу морским отправимся. Думаю, они нас сумеют защитить. Так что поехали. Плюс, возможно, какой-нибудь из бифала погибнет. Там будет у меня рог. Смогу призывать потом дождь. Будет, думаю, довольно-таки неплохо. Так, где-где-где-где-где-где? Ну, тут недалеко, на самом-то деле. Все, они уже плывут за мной. О, да. Начинается. Так, здесь очень много медуз. Некоторые из них могут отличиться на медуз. Что не очень хорошо. Так. Окей. Но, не переживайте, свет у меня есть, ребята. Так что вы не сможете меня убить. Так, бифало. Нужно, чтобы какой-то из крокодогов укусил бифало. И только тогда они будут агриться. На самом-то деле, в ином случае, вряд ли это все будет. Так. Ничего там, ребятки. Уже скольких крокодогов завалили. Так. Ну, уже. Начинаете уже кусать бифало. Понимаю, там парочка уже рискнула. Ну, давайте вы тоже, ребят. Не отставайте от своих сородичей. Пожалуйста. Так. О, наконец-таки бифало. Начинают ходить. Надеюсь, крокодилы будут на них больше агриться из-за этого. Ой, что я делаю. Так. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Ух, у меня два бифало застопило. Не очень хорошо. Кстати, заберем с собой это... Ах, глазик флюрпов. Почему бы нет? Хотя тут уже два крокодога осталось, на самом-то деле. Так что можно немножечко и потанковать на самом деле Все отлично, с этим мы справились Ну как, нам конечно же помогли бифало, но что поделать Так, ну и на этом наверное все, потому что я смотрю 85 день Это как раз уже конец эпизода должен быть Так, ну что, золото немножко пофармили Ну как немножко, мало, очень-очень мало на самом деле Так, давайте сейчас скрафтим себе еще один кусочек золота И да, поблизости ничего такого нет Вот здесь, кстати, есть, думаю, найду золото Но это уже в следующем эпизоде, скорее всего Всем огромное спасибо, ребят, кто посмотрел этот эпизод по Донстару Надеюсь, он вам понравился Надеюсь, из этого эпизода вы что-то для себя узнали Опять же, если есть вопросы, вы можете написать в комментарии Если есть подсказки, вы тоже можете написать в комментариях Опять же, можете оценить также видео лайком, дизлайком Опять же, понравилось, не понравилось И если нравится контент, вы можете также подписаться на канал У меня есть YouTube канал и Twitch канал На который почти каждый день идут стримы Надеюсь, я вас там, ребят, увижу И на этом все, всем до скорого Увидимся в следующем эпизоде Всем до скорого и пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok